Здравствуйте! В эфире программа «Азбукопотребители». С вами Мария Бодрова. Сегодня говорим о рынке самарского жилья. Что такое понятие «амбивалентный рынок», зачем нужен хоумстейджинг и что выгоднее брать – новостройку или вторичку? Разберемся по буквам. Татьяна Сырова, известная самарская бизнес-леди, знает все о рынке недвижимости. Она ввела новую характеристику – амбивалентный рынок. Понятие «как нельзя» точно отображает сегодняшнюю ситуацию. В этом и заключается амбивалентность. Что, с одной стороны, сейчас рынок покупателя, когда достаточное количество предложений, и можно договариваться с продавцами. С другой стороны, сейчас рынок продавца, потому что нет у продавцов, спрос все равно присутствует, люди все равно продают и люди покупают. И плюс у продавцов нет никакого бедственного положения, чтобы они свою недвижимость за бесценок продавали. И вот как раз в этой амбивалентности самое важное – договориться о компромиссе. Решив продать свою квартиру, многие из нас сталкиваются с проблемой. Как правильно определить цену, чтобы недвижимость не зависла на долгое время? При определении цены жилья самый простой вариант – это обратиться к специалистам-оценщикам или в крупную риэлторскую фирму. Но не все могут себе это позволить. Единого ценника, который бы определял, что за престижный район или хорошую планировку можно просить больше, к примеру, на 100 или 500 тысяч рублей, не существует. Всегда присутствует комбинация факторов, и оценивать конечный результат следует в комплексе. Все зависит от района, все зависит от места расположения, все зависит от самого, да, то есть новое это жилье, там старое это жилье, от состояния дома. Первый – это район расположения конкретного дома в этом районе, расположение квартиры в этом доме. Естественно, в городах, в которых есть реки, моря и прочие приятные виды, дороже будет стоить квартира близ этих мест. Дороже стоит жилье у Волги в Самарском, Ленинском и Октябрьском районах. Также значение имеет и место расположения дома. Обычно внутри микрорайона жить гораздо удобнее, нежели на шумной улице, и это влияет на цену квартир. Цену жилья понижает близость к промышленным предприятиям и некоторым специфическим объектам инфраструктуры. К примеру, есть дома на улице Пензенской, но продать там квартиру непросто. Близость к моргу на улице Лунной отпугивает покупателей, хотя этот район можно считать центральным. Также в разы дешевле найти квартиру в Хрущевке в Кировском районе. Если двухкомнатные брать, то стоимость колеблется где-то от 1,9 млн, 2 млн и до, наверное, 2,5-2,7 млн, 2,8 млн. Дороже сегодня стоят квартиры в кирпичных домах, а вот жилье в доме, построенном по технологии монолитного домостроения, обойдется дешевле. Еще дешевле будут стоить квартиры в Хрущевках, жилье старого фонда и панельках. В вопросе определения цены квартиры огромное значение имеет планировка. Квартиры, в которых все комнаты на одну сторону сложнее проветрить. Традиционно цену приходится снизить владельцам угловых квартир. Не секрет, что они являются более холодными, и частенько в них расположены всевозможные дополнительные общедомовые трубы. Чуть дешевле квартиры без балконов, но в небольших квартирах наличие кладовки может повысить цену. Динамика цен вторичного рынка реагирует месяца через два. То есть начинают поднимать строители. Понятно, люди продают, чтобы купить что-то новое. Или, например, они продают, чтобы купить что-то побольше. Если там растет, естественно, и здесь будет тоже расти. Вот эти все разговоры про то, что я вообще не сторонник этих разговоров, что вторичный рынок никому не нужен, он нужен. Всегда учитывается техническое состояние дома, например, дома с деревянными перекрытиями. Банки не кредитуют сделки по их покупке, в то время как с помощью ипотеки сейчас осуществляется около 90% приобретения недвижимости. В данном случае ни район, ни планировка не могут переломить проблему деревянных перекрытий. Так что хозяевам в любом случае придется серьезно занижать цену. Если вы решили продавать квартиру, то познакомьтесь с таким понятием, как хоумстейджинг. Последние годы три активно она в Москве. Мы вот тут пытаемся внедрять ее, скажем так. Но понятно, что у нас не каждый из... То есть что заключается? Это предпродажная подготовка объекта. Это понятие только начинают прививать в России. По одежде встречают. То же самое относится и к недвижимости. Выставляя свое предложение, в первую очередь важно задуматься над тем, как подготовить квартиру для продажи, дабы первое впечатление поспособствовало желанию купить ее. Расходы на хоумстейджинг, как правило, невелики. И в среднем, если рассматривать обычную квартиру, эконом-класса в нормальном состоянии составляют не более 1% от ее продажной стоимости. При этом уже продажная цена такой недвижимости может возрасти на 3-5%, а порой на 10 или 20. И это очень объемный вопрос, так что предлагаю продолжить его в следующих выпусках программы «Азбука потребителя». До встречи!